Идущий на профит, приветствую тебя! Привет, друзья, господа, рад вас видеть. Лайки, подписочки, колокольчики. Нажимаем, 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 начинаем. Сегодня смотрим, что у нас по битку и криптвалютам. Сам главный вопрос, головы и плечи это или нет. То есть, если взять, ну, линию, то, в принципе, все идет к тому, что у нас полноценный гиб, разворотная форма. Левое плечо, башка, правое плечо. Сейчас происходит тест и затем выход на величину головы. То есть, состоится он или нет, к сожалению, вопрос это глобальный, потому что, если вот так вот посмотреть на наш телеграм-бот, он лег. И я не могу посмотреть сейчас, сколько лонгов шартов, потому что периодически там либо телеграм, либо сам бинанс кикает, и поэтому он частенько отваливается, пока решаем эту проблему. Ну, в общем, и в целом, вчера был, там, сколько, 95% перевес в шарте. Я не знаю, зашло ли это несколько больших трейдеров, либо это сделал один кит. В общем, непонятно. И сейчас, к сожалению, вообще бот недоступен, но смысл в том, что, ну, шортить был вчера, имел смысл. То есть, ставки были вчера, ну, такие достаточно горячие, но сегодня я уже весь шорт закрыл, то есть в маленький плюс. Вот сколько там удалось поймать, наверное, 2 или 3 процента. 3 процентика. Вот. Ну, остатки я оставил на случай все-таки более длительного пробоя, но глобально вот шортить здесь, ну, сложно. Почему еще? Потому что вот дневка, если взять головы и плечи, опять же, левое плечо, голова, правое плечо, все равно очень мало баллов, баров наторговывается. То есть, если взять, например, какой-нибудь, вот здесь вот головы и плечи, левое плечо, башка, правое плечо, тут все-таки смотрите, сколько баров просто одна форма левого плеча разворотного занимает. И сколько здесь правое, да? То есть, ну, такое, такое. И где тут еще? Вот тут тоже раз левое плечо, правое плечо тоже очень много баров занял. Даже тест вот этого был, он очень-очень долгий. Ну, то есть, вот он. Здесь тоже тест был несколько дней, несколько баров под плечем. Здесь происходит намного быстрее, все, как будто все это для тех, кто сидит на более маленьких таймфреймах. То есть, левое плечо, башка, правое плечо, на заходи и шорти. Ну, слушайте, я вот одну десятую от шорта оставил, и стоп поставил за вот это вот за 68, 195. Если выбьет, ну, значит, выбьет. Прибыль взята. А так, ну, по пятку больше вообще нечего сказать. С одной стороны, я показывал вам альты, например, какой-нибудь ТВТ, он до сих пор смотрит. Ну, я не знаю, не могу это объяснить, но мы увидим 0,5 по ТВТ. Увидим 0,5 по ТВТ. То есть, я думал, что вот это вот будет пробой, потому что неправильно, скорее всего, посчитал касание. Ну, то есть, такую форму взять. Единственное, тут стадия разгона не показана, она только на бинансе к доллару. Ну, допустим, то есть, раз, два, три. То есть, по идее, должен быть финальный четвертый пробой. Четвертый пробой должен унести цену ниже 0,5, а лучше вообще куда-нибудь на 0,20. Вот, периодичное сопротивление. То же самое, лайткоин. Ну, то есть, блин. Не знаю, вот с этим буллраном, как быть, стоит ли вообще его ждать. Понятно, что пока думаешь, что это не стоит. Некоторые люди уже заработают нормально, но... То есть, вот, в такую картину не хочется вообще, как бы, влезать. Раз, касание, два, касание, три, касание, четвертый, сейчас микроотскок, и, по идее, должен быть пробой на 22. Вот это вот несколько, еще несколько альтов меня очень сильно беспокоит в плане формы. То есть, это риск, что мы отыграем все это очень низко. Ничего такого, конечно, на мажориках я не вижу, там, типа, BNB, эфириумы и битки. Но вот есть такие альты, которые, как бы, показывают намерение рынка еще пробить 22. Вот, по ТКСу, по ТКС-групп, в принципе, все сохраняется. Как бы, хорошая зона покупки, там, на 2000 и до кубки. Газпром говорил, рубль, то же самое, то есть, хороший вариант покупки. Может, даже, кстати, все российские акции могут вырасти вот именно из-за девальвации, а не из-за того, что там какой-то фундамент. Хотя вот Газпромы, как я уже много раз повторял, торгуются по балансовой стоимости. То есть, этот труп рано или поздно просто отстрелят хоть на сколько-то. Вот, пока так. Так, и быстренько почитаю комментарий, потому что вчера выпуск быстро прервался, случайно нажал на стоп вместо паузы. Так, тут вопросиков нету. Вчера был передоз, да. И второй. Релевант на прямости ТКС. Вот. Спасибо за взор, спасибо, благодарю за прогноз. В доги шорт с первым плечом ты в залог биржи из-за отдал или доги? Доги, ну, в смысле, XBT, то есть там на бирже, либо ты торгуешь к USDT, либо к XBT, ну, на битме. На бинансовые и так далее, ты можешь, да, ставить доги в залог. Ну, самое главное, у тебя должно быть привязано к USDT, то есть один к одному к доллару, чтобы зарабатывать в долларах. Так, думаю взять дракона на 85 иксах на 100 долларов по битку, что думаешь, непонятно. Бинанс уже ушел из РФ, как нам торгуешь, в смысле? Так, рубль, там просто убрали рубль, еще какие-то, что-то пофиксили, ну, там, торговать разрешают, не знаю. Вот, вывод нормальный. Подключил бобит к боту, а он не выдает инво. К сожалению, да, баги, и причем это часто не с нашей стороны, это со стороны телеги и бинки, насколько я понял. То есть из-за частых запросов бинка кикает боты, и многим не приходят. То есть я вчера сам столкнулся, я думаю, блин, почему у кого-то там что-то не работает, у меня все работает. И вот вчера меня кикнуло. Так, микс повышали комиссию, а потом понизили, они должны были тебе тоже понизить. Не знаю, сейчас комиссию у меня там не самые маленькие, так скажем. Удачно друг торговал в 35к, поднял 10ксов, сейчас сидит в местной лавке после последнего пролива, говорит, что отыграется. Не смог ответить просто вопрос о политике, если не разбираешься в политике. Да, не разбираюсь нисколько. До новых встреч, да прибыльте с вами прибыль, полезные ссылочки на биржи, бота в описании. Ну и, конечно же, ссылочки на брокера, где можно затариться акциями.